Нам 5 лет даже не верится. Почему? Ну, во-первых, потому что день рождения для нас обычный рабочий день. На телеканале, вещающем круглые сутки, любой праздник – дополнительная работа. Во-вторых, потому что нам практически невозможно собраться всем вместе. Кто-то на съемках, кто-то в эфире, кто-то в командировке. В-третьих, потому что 5 лет пролетели так быстро, что кажется, будто все было только вчера. Очень рад за вас. В тестовом режиме национальное телевидение начало вещание 10 октября 2011 года. А спустя неделю вышла первая программа информационный выпуск «Республика». Кстати, это самая долгоиграющая программа. Ей ровно 5 лет. Сыблах Сунадов и Ферда «Республика», Щених Барсин Галарами, студере Татьяна Раевская, Пирим Паэнхи Галарамра. Среди программ долгожительниц Щерчевлечи, рассказывающие о новостях и важных событиях сельской жизни. Ее бессменная автор и ведущая, Надежда Яковлева, за это время стала профессиональным аграрием. В эти дни готовится к эфиру очередной выпуск одной из самых любимых наших передач «Дерево дружбы». За 5 лет над ней успели поработать большинство журналистов, режиссеров и операторов. И каждый открыл для себя что-то новое. А это редакция детских программ. Официально она состоит из одного человека. Но этот человек, Мария Шоклева, запросто справляется с тремя программами благодаря юным помощникам. Кстати, на их долю приходится большая часть наград и призов за победу в различных телевизионных конкурсах. Есть взрослые новости «Республика», а детские новости на национальной телевидении «Чуваши» называются «Акилбуксер». Все ребята задействованы, проводят расследования, пишут стендапы. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо всем. В честь своего пятилетия национальное телевидение «Чуваши» заметно обновляет сетку вещаний. В эфир вернутся столь полюбившиеся зрителям программа «Эх, Юрым, Янара, Келощи. След в истории». Одна за другой будут появляться новые передачи, акции и проекты. 5 лет, конечно, это особая дата. И к ним мы готовились действительно, наверное, более тщательно. Это новый телевизионный сезон, который мы планируем открыть, он будет немного необычный. Мы расширяем свои программные границы, свое программное пространство. Хотим, чтобы передач, которую любите вы, уважаемые зрители, было больше. Мы очень ориентируемся на вас, на ваши инициативы, на ваш совет, на ваши предложения. И всячески стараемся сделать эфир, ну, любимым для вас в первую очередь. И, конечно, это изменение собственного эфира, это ребрендинг внешнего облика канала. Вы увидите новые заставки, вы увидите новые открывающиеся и закрывающиеся шапки. Ну, то есть, это такая, может быть, некая телевизионно-технологическая кухня, но она даст возможность почувствовать вам, что 5 лет – это все-таки движение вперед. Национальная телерадиокомпания «Чуваши» по-прежнему единственная телерадиокомпания, которая половину продукции производит на чувашском языке. За 5 лет в архиве национального телевидения появилось около 10 тысяч часов видеоматериалов, рассказывающих о самых важных и интересных событиях в жизни республики. Постоянно растет и зрительская аудитория. Если 5 лет назад в самом начале нашего телевидения мы вещали всего лишь в городе Чебоксар, и в Новочебоксарске, ну и в Чебоксарах тоже не везде, то сегодня нас смотрит практически вся республика. В первую очередь, конечно же, это наши райцентры, города, поселки, где представлены кабельные телевидения. Почему кабельные телевидения? Потому что так получилось, что мы пока еще вещаем только в кабельных сетях. Ну, я думаю, в перспективе и цифровое телевидение – это наша перспектива. Ну и более расширенное вещание в интернете. Мы сейчас вещаем в онлайн-режиме, но пока еще до каждого населенного пункта, особенно сельского, мы не можем дойти, поскольку нет там широкополосного интернета. Но я думаю, что это вопросы времени, вопросы техники, и все у нас получится. Прошло так мало лет, а мы уже так много успели. Успели установить дружеские связи с коллегами из разных городов Чувашии и раздвинуть границы нашего информационного пространства. Здравствуйте, в эфире Канажской студии телевидения «Вести недели». В студии Алексей Синицын, здравствуйте. Успели познакомиться и подружиться со своими зрителями. И даже обрасти мифами и легендами. Мы расскажем вам о том, что никто никогда не рассказывал. Коллеги, вам слово. Спасибо, Юля. Но телевидению чуть больше полувека не нашему, конечно, имея в виду вещание в Советском Союзе. Однако для большинства телезрителей телекухня до сих пор овеяна тайнами и мифами. И вот некоторые мы сегодня раскроем. Итак, миф номер один. То, что ведущим новостей приходится учить текст наизусть. Нет, конечно, в самом начале телевидения все так оно и было. Но в 1949 году работник отдела телевизионного радиовещания Ленинградского комитета радиоинформации Владимир Покорский, чтобы облегчить жизнь дикторам, придумал телесуфлер. Конечно, его много беды изменяли. Раз он совершенствовался, вот наш выглядит вот таким вот образом. Внизу есть специальная педалька. Диктор крутит суфлер себе сам. И здесь, как при вождении автомобиля, каблуки мешают. Поэтому диктор делает это чаще всего босиком. Ну что ж, не будем больше мешать Юле. Займемся другой ведущей. Таня, скажи, пожалуйста, вот сейчас ты закончишь свою программу, ты соберешься и пойдешь домой? Нет, нет, конечно, потому что работа тележурналиста и телеведущего похожа на айсберг, когда одна восьмая видна, а семь восьмых под водой. Приблизительно у нас так же. Мой рабочий день начинается в 9 утра, возможно, иногда и раньше. И никогда не заканчивается в 6 часов. Ну что ж, вот так развенчивать третий миф мы пойдем в нашу редакцию. Миф номер 3. На телевидении все работают по блату. Пойдемте спросим. Кого бы спросить? Дима. Дима, привет. Привет, Оля. Что ты думаешь по поводу того, что на телевидении все работают по блату? Нет, не все работают по блату. У меня даже на эту тему есть анекдот. Приходит такой мужик и спрашивает, типа, как у вас с такой дикцией на телевидение взяли? У вас там что, блат? Нет, почему блат? Сесла. Дима, как ты попал на телевидение? Учился, долго проходил практики, прошел конкурс и меня взял шеф-редактор. Кровью и потом. Действительно, сесла, наверное, на телевидении. Ну, если не по блату люди берут на телевидение, то за идеальную внешность. Да, у меня идеальная внешность. Так, давай серьезно уже. Дима, вот то, что на телевидении люди работают с идеальной внешностью, это же миф, это же неправда? В смысле неправда? В смысле миф? Камеру убрал? Ну, вообще нельзя спрашивать про внешность людей. Все одинаково красивые. Ну, конечно, изъяны есть. Ну, вот мужчин, допустим, пудрят, чтобы не блестел лоб или добавляют румяны, чтобы щеки были, естественно, красного цвета. А у девушек, наоборот, подчеркивают идеальные черты внешности, подводят, чтобы они были еще эффектные. Даже если на телевидении работают люди не с идеальной внешностью, они все зазвездились. Это миф номер пять. Алена, скажи, ты болеешь звездной болезнью? Нет, конечно. Чувство юмора, как и любви к профессии, желание работать, нам не занимать. А если серьезно, и телевидение – особый мир. И это не миф, это абсолютная правда. Увидеть все это изнутри, почувствовать всю эту кухню, посмотреть на то, как делаются новости, в каком режиме работает телеканал, это действительно дорогого стоит. Мне на самом-то деле посчастливилось, я очень рад, что действительно у меня есть такая возможность поработать в национальном телевидении Чуваши, в национальной радиокомпании. Я считаю, что мне повезло. И мне кажется, что здесь за пять лет сформировалась настоящая команда профессионалов, которые любят, ценят и с любовью делают свое дело. И я уверен, что у нас действительно впереди много интересных проектов, что у нас много интересных идей, что мы уверенно движемся вперед. И с такой командой я уверен, что мы многое можем достичь.